Самым талантливым и творческим сотрудникам детских садов сегодня аплодировали в дворце культуры энергетик. Там состоялся галоконцерт смотра конкурса художественной самодеятельности работников дошкольного образования. В этом году он проходит уже в 20-й раз и приурочили его сразу к нескольким знаковым событиям и датам. Зима для сотрудников детсадов по традиции выдалась хлопотной. Не успели отгреметь утренники, а воспитатели и нянечки, уже собравшись в круг, словно сами стали дошколятами, репетируют танцы, песни, разучивают стихи. Но это уже не для детей. С того года уже готовимся. И все субботы, воскресенья мы только и танцевали, и танцевали, и танцевали. Смотр конкурс проходил в три этапа. В течение них из 700 участников, представляющих 113 детсадов, отобрали лучших из лучших. Они-то и стали участниками сегодняшнего итогового концерта. Победа не всегда дается легко. Это очень серьезный конкурс. Тут хорошие критерии, которые помогают не всем участникам пройти. Вот на этот раз у нас победа. Этот галоконцерт по традиции проходит в преддверии Международного женского дня. Но в этом году его также приурочили к 85-летию города и 70-летию Великой Победы. Целью данного конкурса это выявление талантливых педагогов и какой-то мере отчет работников дошкольного образования, музыкальных работников своей системы работы в детском саду. И такая форма отчетности пришлась по душе всем. И зрителям, и организаторам, и самим новоиспеченным артистам. Сейчас система образования перетерпевает очень много изменений. И сложно сохранять вот эту стабильность. А такие конкурсы, они позволяют сплотиться, быть вместе. И действительно мы научились понимать друг друга, терпеливее относиться. В завершении концерта все участники получили дипломы и подарочные сертификаты. И, возможно, отправились уже готовить номера к следующему году. Потому что к тому времени конкуренция усилится. Ведь в течение 2015-го в городе откроется еще шесть новых детских садов.